В Государственной Думе Российской Федерации предложили ввести полный запрет на использование пластиковых пакетов с 2025 года. Использование пластика наносит существенный вред окружающей среде за счет длительного периода разложения этого материала. Может быть оно и не наносит существенного вреда живым организмам, почвам, я имею ввиду микробов, а вот например каким-то там паучкам или каким-то червячкам наносит вред. Ну и плюс ко всему эстетика и загрязнение, захламление и так далее. Помимо этого полиэтилен опасен уже на стадии производства. Для синтеза требуется большое количество энергии. Эту энергию надо сначала получить. Наименее вредными способами получения являются гидроэлектростанции. Если же это какие-то тепловые электростанции и так далее, это значит мы а. расходуем ресурс, б. так или иначе загрязняем окружающую среду выбросами ТЭЦ, размещением золы и так далее. В России ежегодно производится 26 миллиардов одноразовых пакетов, которые становятся мусором за считанные минуты. Помимо этого существует множество излишней упаковки и одноразовых товаров. Все это приводит к росту свалок, которые также негативно влияют на окружающую среду. Сейчас ведутся разработки биоразлагаемого пластика. Эксперты отмечают, что есть и другие способы заменить полиэтиленовые пакеты. Если правильно организовать сбор отходов коммунальных, например, тех же самых, рассортировать и переработать вот эту макулатуру, из нее как раз и можно получать вот эти пакеты, которые тоже бумажные плотные пакеты имеют двух-, трех-, четырехразовое использование. И это будет более грамотно. Артем Топичкин, Виолетта Басова, Универньюз.